МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С ним обсудим фарс, выборы, которые проходили эти три дня в России. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Аббас, как вы считаете, можно подводить итоги? Сегодня третий день, уже выборы закончились. Итоги этих выборов, какие они были? Понятно, что победителю нарисуют красивые цифры в процентах, ЦИК покажет красивую явку, но какой на самом деле была вот эта поддержка Путина, с учетом того, что мы видели на избирательных участках, реальная поддержка Путина в России? Ну, реальная поддержка Путина точно ниже 50%. Я думаю, что не выше даже 40%. Но более точно я сейчас сказать затрудняюсь. Где-то на момент, когда стартовала компания, я оценивал его рейтинг где-то в 30-35%. И я все-таки... Там дальше очень... Понимаете, почему сейчас трудно посчитать? Потому что эти три месяца оказались очень такими... Не просто бурными событий в российской политике последние годы хватает. Такими, я бы сказал, даже как-то система образующими, что ли. Вот убийство Навального, это радикальный ландшафт меняет. И, значит, взятие Авдеевки. Побед у путинской армии не было давно, а такие вещи они обычно легитимизируют. Вот. В общем, как произошло перераспределение после этого? Ну, оно в любом случае не судьбоносное. То есть там на 20% точно не вырастет. Ну, может быть, чуть-чуть подрос. А может быть, на самом деле и снизился. К сожалению, ничего более точного сказать не могу, потому что российская социология в условиях массовых репрессий, вы понимаете, является абсолютно неадекватным инструментарием. Но кто будет сейчас тесно рассказывать, что он думает о происходящем, о войне, о Путине, о незнакомому человеку? Да. Вот сидите вы дома, вам звонят и спрашивают, как ты относишься к Путину. И ты не знаешь вообще, кто тебе звонит. А разговор, кстати, начинается со слов. Наш разговор будет записан. Да. И на чей стол это ляжет потом. Да. И я сейчас буду рассказывать, что я против войны, против Путина. Вот. Поэтому сейчас ничего другого, наверное, более конкретного я сказать не могу. Ну, то есть точно меньше половины людей голосовало за Путина. А вы не находите, что и эта достаточно высокая цифра в условиях, или просто не все россияне видят реальную картину, в которой оказалась Российская Федерация, тотальная репрессия, диктатура, полномасштабная война, причем сегодня нестабильная ситуация и на территории самой Российской Федерации, в частности последние события в Белгородской и Курской областях, экономика падает, цены растут, люди повыезжали. Это небольшая ли цифра для поддержки диктатора, который наметился на свой пятый срок и собирается просидеть у власти 30 лет? Ну, смотрите, если вы хотите меня сагитировать, так я давно против, я бы и один процент ему не дал, так сказать, быть моей волей. Но я просто стараюсь адекватно оценить ситуацию. Для очень большого числа людей, значит, в ситуации, когда страна воюет, ну, просто занять позицию против, ну, это просто невозможно, понимаете? Они не то, чтобы это одобрять. Вот людей, по-настоящему это одобряющих, на самом деле, конечно, в России нет. Вот. Но взять и твердо сказать, что нет, я против, ну, понимаете, страшно. Даже вот для самого себя это сказать. Потому что если ты скажешь, что да, он диктатор, он тиран, убийца, ну, вот, ну, ты тогда должен быть последователем, ты должен вставать на тропу войны с этим всем, борьбы с этим всем, да. Люди не любят стоять по раскоряку. То есть я считаю вот так, но вынужден вести себя вот так. Ну, так это значит, что ты интеллектуальный трус. Люди пытаются избежать такой позиции. Поэтому, ну, раз уж я стою вот так, меня, извините за выражение, нагнули, вот. Ну, так это потому, что так правильно, и, значит, я это делаю искренне. Вот. Потому что если ты начнешь выпрямляться в тот момент, когда тебя нагибают, ты знаешь, что тебе сейчас по башке прилетит. И страшно. Вот. Поэтому энтузиазма по этому поводу нет. И как только люди почувствуют, что распрямляться не страшно, что не прилетит, выпрямятся все. И поддержка Путина упадет очень быстро, там, прям ниже 10%. Вот. Но пока, видите, успех ему, там, то ли менее в какой-то степени соответствует. То есть пропаганде есть, чем оперировать, да. Авдеевку взяли, там, украинские контрнаступления остановили, значит. Добились того, что американцы прекратили поставлять Украине оружие, значит, скоро совсем Украина вздуется, дескать, так сказать, и все. И тогда мы вообще там всех захватим. Вот. И, ну, то есть люди видят, что система достаточно сильная. А вот Навального убила, так сказать, да. Вот. И выходить на тропу борьбы с ней обывателю страшнее. Обыватели вообще везде всегда конформисты. Вот политическая активность, причем с риском для самого себя, своего благополучия, это удел меньшинский. Понимаете, люди не настолько интересуются политикой, чтобы, ну, вот, там, приносить ей в жертву свой, вот, обывательский, так сказать, быт, там, да, вот, личное благополучие. Ну, вот, как-то так. Ну, да, это вот то, что Игорь Яковенко нам сказал, что самая опасная часть населения, как раз та, которая, вот, она безучастная, которая принимает такую позицию, которой не хочется выходить из зоны комфорта. Зачем становиться, вот, как вы сказали, на тропу войны, если, ну, как бы, сейчас в жизни пока вот все устраивает. Не трогайте меня, и я вот никого не буду трогать. Собственно, вот такие вот люди, как бы, они действительно самое большое, получается, в этом даже зло, чем те, кто, там, активно поддерживает войну. Ну, извините, смотрите, я думаю, что говорить, что они самое большое зло, это такая метафора, это вот эта литература, это не, так сказать, нереальная жизнь. Нет, это такой материал, на который Путин на самом деле не может опереться, да, и этот материал не протестуют, но и опираясь на него, ты что-то устойчивое не выстроишь. Вот, поэтому, и в какой-то момент они перекинутся на другую сторону, и именно вот этот их переход на другую сторону и предопределит, извините, и предопределит победу оппозиции, победу революции, когда он случится. Вот, поэтому это такой плохой стабилизатор, так что это не абсолютное зло. Ну, то есть текущие ситуации, да, они служат, скорее, злу, они стабилизируют режим. Но это не активная такая позиция, которая, значит, просто потому что априорный режим изначально был силен, и эти люди, они еще не успели перейти на сторону оппозиции. То есть давайте так, скажем, назовем их тормозами, да, вот они сильно тормозят. Другие, кто помнее, они уже переключились на сторону добра, так сказать, на сторону оппозиции, вот, против режима. А эти еще тормозят. Ну, и они тоже переключатся, и это станет концом режима. Ну, вот вернемся к реалиям. Собственно, вот, да, выборы закончились, результат очевиден. Что дальше? Вот, на ваш взгляд, будут ли какие-то определенные изменения, в том числе политические, после этих выборов? Вот, например, там, будут ли какие-то громкие изменения в том же комитете министров, который, как бы, Путин должен, как бы, переназначить, да, получается? А будут ли там какие-то определенные подвижки? Возможно, вот, Путин видит, что кого-то где-то нужно поменять. Ну, вообще, система в такой точке неустойчивости, что предположить, что ничего не поменяется, трудно. Хотя, конечно, сам по себе Путин вообще ничего менять не хочет. То есть он настроен в целом, знаете, очень-очень консервативно. Но если ничего не менять, то продолжится движение вот в том направлении, в котором все движется. А оно же такое, ну, плохое движение, оно в неправильном направлении идет. Ну, то есть вот те успехи военные, которые есть, они не позволяют рассчитывать на то, что, значит, там, реально скоро удастся победить Украину. То есть это значит, что война будет тянуться еще долго. А долго тянущаяся война, она приведет к окончательному истощению всех ресурсов. Экономика работает все хуже, санкции начинают приносить свои плоды. Да, не так быстро, как многим хотелось бы, как многие прогнозировали. Но в целом очевидно, что ухудшение идет. И поэтому и политические ресурсы изначаются. Вот вы правильно демонстрируете бюллетени. Их же огромное количество вывалено в интернет сейчас. То есть протестное настроение реально усиливается. И, соответственно, если ничего не менять, то эта война, затянувшаяся, рано или поздно, закончится революция. Когда-то Первая мировая привела к революции 1917 года. Ленин тогда сказал, что если бы не война, то революции в России не было бы еще долгие годы, а может быть даже десятилетия. И поэтому Путину надо что-то менять. Надо повышать эффективность системы. Для этого нужны кадровые изменения. Вот Балуевский же сказал, это бывший начальник генштаба, он где-то с месяца назад давал интервью. Ой, нет, извините, он статью написал для какого-то военного издания. Подводил итоги двух лет СВО. И, среди прочего, он написал, надо признать, что с точки зрения качества современных артиллерийских систем и ракетных систем, Россия сильно проигрывает НАТО. То бишь, еще в те благословенные времена, до начала войны, когда санкции были минимальными после Крыма, уже тогда Россия отставала с точки зрения производства новых вооружений. А сейчас в условиях санкций и все большего ограничения, возможности организовать параллельный импорт, они сокращаются сейчас очень быстро. Вторичные санкции, начиная с конца прошлой осени, реально начинают работать. И это значит, что если уж они отставали в хороших условиях, в активальных условиях, так как сейчас они будут отставать, а все больше получается, а война-то идет, то есть ты не можешь себе позволить быть неэффективным, потому что ты, значит, будешь скоро с луками и стрелами воевать против Хаймарса, условно говоря. И поэтому надо что-то менять. Значит, надо... Вот вы меня про кадровые изменения спросили. Значит, надо убирать Чемизова, как бы он не был тебе приятен, как старый друг. Надо менять Мантурова, как бы он тебя не устраивал. Вот. И, соответственно, да, можно прогнозировать, что вот Путин, так сказать, возьмет себя в руки и отбросит свои эмоции, вот нежелание что-то менять, и начнет чистить аппарат с тем, чтобы... Ну, значит, ну, с тем, чтобы повысить качество управления, там, экономикой, обществом. Вот. Потому что нынешнее качество, повторюсь, его не может устраивать. А может быть, возобладает вот это... Ощущение, что... Ну, все, значит, выборы выиграли, шесть лет себе обеспечили, значит, и все, поедет в Сочи отдыхать, на Валдай поедет. Вот. И все его окружение тоже разъедется. Все передадут все управление, значит, заместителям. Вот. Степень координации между деятельностью различных ветвей власти, органов государственной власти, корпораций и кланов неформальных, вот, ослабеет. Вот сейчас эта координация в максимальной степени осуществляется, потому что они все в ручном режиме делают, да. А тут они разъедутся отдыхать, у них будет ощущение, что все нормально, главное дело сделано. Вот. И тогда замы уже не обладают такими полномочиями и навыками. Они не в состоянии будут организовать такую координацию. И, соответственно, все, может быть, начнет ослабеть вот эта координация, да. Она... Эффективность и без того аппарата была не самая высокая. Она будет еще снижаться, и тогда могут начать, значит, черные лебеди прилетать как раз. Вот. Так что сейчас вот... Это называется точка бифуркации, когда движение может начаться вот в любом направлении, поскольку система проведена в точку неустойчивого равновесия. Для россиян новый срок Путина, эти новые шесть лет чем могут обернуться? Чего ожидать? Новые репрессии, закручивание гаек, мобилизация новая, о которой говорят много о том, что Путин, мол, придерживал, потому что, ну, понятно, на носу эти выборы так называемые, а потом руки развязаны, делай, что хочешь. Вот эти все вещи, которые вы причислили, плюс дальнейшую деградацию экономики, плюс, значит, все вот эти популистские шаги, которые до этого совершались, ну, да, попытка сдержать цены, там, регулировать в максимальной степени, да, это все прекратится, поэтому, в дополнение ко всем тем радостям, которые вы перечислили, еще бы я назвал инфляцию, его общее ухудшение экономики ускоряющейся, вот помните в январе, когда морозы ударили, да, как там Россия замерзала, да, массовый такой пролич коммунальных систем наблюдался в стране, вот в следующем году будет еще хуже, потому что никто же не чинит ничего, износ, процессы износа продолжаются, отрасльные инвестиции практически не идут, все идет на войну, вот, поэтому в следующем году россиянам придется померзнуть, скорее всего, ну, опять зависит от морозов, от того, насколько, как там климат, да, но есть предпосылки ожидать, что мерзнуть будет больше, чем вот в этом сезоне, ну, в общем, радости, поводов для радости, конечно же, у них нет. Вот как вы считаете, те рейды, которые устроили добровольческие батальоны на территорию Курской и Белгородской области, как они повлияли на отношение населения к своей власти, вот будут ли они вот тем вот фактором, одним из которых, как вы сказали, который расшатает этот режим, это ухудшит это отношение еще больше, поскольку, ну, Путин же, по сути, как он утверждает, начинал эту так называемую СВО для того, чтобы защитить россиян на Донбассе, а сейчас-то, получается, он даже не может защитить россиян на своей собственной территории уже, как бы исторически уже, российской территории, так же по всем признанным международным правилам. Совершенно очевидно, что все эти вещи работают против Путина. Вопрос в том, насколько сильно. Поскольку, ну, дальше приграничных районах РДК пока не пошли, значит, ну, их воздействие на общественное мнение в стране в целом носит ограниченный характер. Оно не нулевое, конечно же. Даже то, что происходит, этого достаточно для того, чтобы понимать, для того, чтобы понимать, что, ну, там, война идет совсем не по плану, в отличие от того, что говорит Путин. Но, тем не менее, это не, ну, не сенсация, так сказать, да. Обстрелы Белгорода в этом смысле работают, и обстрелы вот этих перерабатывающих заводов, налета беспилотников, в этом смысле они работают, конечно, так сказать, ну, все сильнее, да. Но тоже не то, чтобы, знаете, вот прям, сенсация, так сказать, бомба. Ну, то есть, некоторая привычка все-таки появляется, да, и притупляет это восприятие. То есть, да, это доказывает, что пропаганда, так сказать, рассказывая об успехах России в Украине, там, привирает, что, на самом деле, не такие уж блестящие, видимо, успехи, раз украинцев достает силы контратаковать и бомбить нас, вот. Те все соотношения пропагандистского дискурса усиливаются. Ну, так сказать, что это прям вот завтра приведет к революции, ну, нет, для этого надо, ну, гораздо, там, более, ну, то есть, победа должна быть гораздо более весомой. Понимаете? А почему Путин не бросает все силы для того, чтобы защитить жителей этих приграничных областей? Почему не вводит туда, не знаю, резервы, армию, не показывает, какой он сильный, мощный? Или, наоборот, ему такая история выгодна, чтобы он, мол, смотрите, украинские нацисты пришли? Нет, нет, ему эта история не выгодна, я только что об этом говорил. Его, единственный источник его легитимности – это сила. Его, его держат, поддерживают его, так сказать, ценят только пока считают, что он силен. А если враг атакует твою родную землю, ты не в состоянии ее защитить, то, значит, ты не так уж и силен, значит, вообще, что тебя поддерживает? Вот, поэтому это однозначно работает против него, поэтому он, конечно, страшно зол из-за всего происходящего. Вопрос в степени, так сказать, воздействия, да, ну, то есть, бывает удар, так сказать, нокаутирующий, да, бывает удар, который, ну, неприятно, но можно выдержать, так сказать. Вот, я об этом говорю. То есть, то, что это работает в минуса, это совершенно очевидно, тут нет никаких сомнений. И те вопросы, которые вы задали, а почему он, так сказать, не защитит наш регион? В Белгороде, я вас уверяю, задают очень многие. Я уже прогнозировал, что по итогам происходящего в Белгороде вполне могут возникнуть такие сильные сепаратистские настроения, какие обычно у нас бывают только в национальных республиках. Потому что с точки зрения двухкородцев, двухкородцев, конечно, происходящее выглядит как, ну, какое-то прямо кидалово, знаете, как в народе говорят. То есть, втравил нас в какую-то, значит, извините за урожение, другого слова не подборежу, блудняк, значит, придумал какое-то СВО, значит, начал там, да, сам сидит где-то, черт знает, где-то в тылу, а нас тут бомбят и обстреливают с утра до вечера. Вот. С точки зрения белгородцев, да, это выглядит именно так. Абас, еще вот в заключение хотели вернуться к раз тому, чего начали, вот о выборах поговорим. Вот есть уже данные о явках в России. Вот интересные цифры о том, что самая маленькая, самая низкая явка на выборах была, значит, чуть больше 51% в Алтайском крае, потом Томская 53%, Карелия 54%, Новосибирская 56%, Коми 56%, там почти 57%. И в то же время есть самые большие явки, вот такие регионы, как Чечня, самый большой 96% и 46%, немного меньше Кемеровская, Тыва 94%, Кабардино-Балкария 92% и Ямало-Ненецкий автономный округ 92,5%. Как бы прокомментировали вот эти цифры, вот эти показатели, ну если их, конечно, можно воспринимать полностью серьезно, да, понимаем, какая правда там, часть этой правды есть, но тем не менее, вот такая статистика. Даже части правды нет. То есть, вот я вас уверяю, эти выборы как раз отличаются тем, что там сфальсифицировано вообще может быть все. Нет никаких инструментов у оппозиции ограничить возможности властей по фальсификации. Нет никаких институтов, которые бы ограничивали Путину в желании нарисовать ту или иную цифру. Поэтому, вот, ну, если бы я разговаривал сейчас с коллегами-политехнологами, я бы нашел предмет для разговора. Мы бы обсуждали технологии, как это делается, так сказать, у нас так эффективно, как тайная технология работает или нет. Вот. Но поскольку разговор не профессиональный, а вообще политический, то я предлагаю ограничиться просто вот констатажей того, что на эти цифры обращать внимание ну, вообще не стоит. Ну, то есть, эти цифры, показатель только одного. Вот, какие там тараканы в голове у Путина. Вот, что он захотел показать и нарисовать. Вот и все. Спасибо вам большое, Аббас, что нашли время к нам присоединиться. Аббас Галямов, политолог, политехнолог, был с нами. Мы обсуждали, собственно, итоги этих президентских выборов в России, что будет после них, ну, и то, как влияет на, в кавычках, любовь российского народа к Путину вот в контексте тех рейдов, которые проводят российские добровольцы в Курской и Белгородской областях. Редактор субтитров А.Семкин